Как объединять молитву с медитацией? Вот смотрите, молитва — это слова. Вы когда повторяете слова, то у вас сзади, в сердце, за словами, есть мысли. Так? Вот эти мысли — это и есть медитация. То есть вы повторяете, допустим, там молитву, молитву, а мысли какие? Ребёнок голодный, на работу надо, сколько можно здесь сидеть? Легенадьевич говорит, надо дольше, я не могу уже. Вот. Это мысли. Это мысли, понимаете? Есть молитвы, есть слова, есть мысли. Вот. Когда человек находит в состоянии любви, то слова соединяются с мыслями. Допустим, можно повторять, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Ну, девушка, перестань перед девушкой, перед своей. Повторять, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Ты чувствуешь, нет? Она скажет, нет. Почему? Потому что слова не соединяются с мыслями. Но если он один раз подумает о первой встрече, вспомнит эмоцию, вот эту вот память, включит память во время этого, включит память, вспомнит о первой встрече и скажет, я люблю тебя, я тебя люблю. Понимаете, она сразу прослезится, скажет, я поняла. Вот теперь послушайте меня внимательно. Когда человек включает память, он вспоминает о святом человеке, он вспоминает о том, как съездил с Леной в это святое место, почувствовал его чистоту, вспоминает об этой чистоте этого места, начинает молиться с памятью о чистом месте, то тогда включаются эмоции о святом или о святом месте. Когда эта эмоция включается, в этот момент мысли все остальные пропадают. Потому что ум хочет только счастья и всё. Или хочет думать о том, что нет счастья. Дети не накормлены. Но как только человек получает более высокий вкус счастья, он вспоминает о святом месте, о чистоте, о том, как хорошо там нам было, в этот момент он забывает про все свои дела и заботы. Вот это состояние называется медитация. А когда он повторяет звуки молитвы при этом, это называется его служением. Человек своим голосом служит святому и при этом своей памятью думает о нём. А как о нём думать? Для этого надо иметь опыт. Поэтому я ему говорю, идите в святые места, соприкасайтесь со святыми, получайте опыт, о котором потом во время молитвы надо будет думать. Если вы его не будете иметь, ничего не получится. Получайте опыт, вспоминайте, включайте память. Память соединяет с объектом человека. И это называется медитацией. Что такое йога? Это связь памяти с объектом счастья духовного. Это называется йога. Йога — это связь памяти с объектом духовного счастья. Запомните это. Когда у человека память находится сзади, а спереди находится молитва, такой человек становится обладателем своей судьбы.